доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон game сегодняшнем видео я предлагаю вам вернуться на проект оазис на котором я уже побывал и даже что-то показывал для того чтобы разобрать и посмотреть работу дальнобойщика данную работу я показывал на проекте вендетта данный скрипт стоял там он же стоит и здесь вообще проекты оазис и вендетта были такие два брата-близнеца которые на самом деле на данный момент воссоединились теперь нету проекта вендетта есть оазис и он будет объединен все что было на проекте вендетта все будет воплощено и здесь на оазисе пока идет разработка проекта объединились и идет разработка установка того чего не хватает по мнению авторов данному проекту идут огромное количество настроек и я пока здесь участвовал присутствовал на этом проекте я это все видел проект не стоит на месте как бы времена застоят данного проекта но я так думаю и хочу на это надеяться они далеко позади разработчики взялись за этот проект и теперь здесь будет все как бы процветать ну будем по крайней мере на это надеяться ну а меня заинтересовала работа дальнобойщика я ее показывал на проекте вендетта еще расскажу которого больше нету но там я за один стрим успел прокачаться на два уровня и даже приобрести себе машину сейчас же этот скрипт перенастроен почему он меня и заинтересовал вообще его перенастроили и сделали более сложным как мне сказали по желанию игроков потому что на виндете как я уже сказал да я за один стрим там за полтора два часа успел прокачаться до второго уровня купить себе грузовик нанять бота ну и тому подобное все это за два часа теперь так не получится придется действительно пахать ну чтобы напомнить зрителям кто не может быть не видел или не знает данного скрипта это скрипт на работу дальнобойщика которую я оценил наверное так скажем на 5 баллов и сказал что это один из лучших скриптов на рабочие занятия в направлении дальнобойщиков и как же он выполнен а выполнен он на подобии игры евро трак симулятор или американ трак симулятор в общем-то не механика конечно но направление взято именно вот такое как и в этих перечисленных мною играх ну и лично для меня что это с что а тс то есть американ траки евро трак симуляторы графически очень красивые игры ну там не к чему придраться действительно авторы постарались сделали и воплотили в реальности в такой вот цифровой реальности да вот управление машиной весь интерьер машин да и в общем-то многое сделано очень очень достоверно но вот механики работы этих двух игр мне не нравится потому что вы в общем-то целыми сутками если вы играете конечно же столько просиживаете в этой вот кабине практически безвылазно но можно переключиться на вид от третьего лица но им обычно игроки пренебрегают и ездят и от вида от первого лица из кабины и в общем то все вот в этом здесь же вы можете выходить из машины можете ее чинить взаимодействовать с окружающим миром и при всем при этом выполнять какую-то работу вот и мне кажется что именно этого и не хватает в евро траки и в американ траки нет взаимодействия с внешним миром здесь же естественно на базе игры gta 5 это воплощено то есть я выхожу из машины из меня машина сломалась я выхожу из нее я ее чиню я ее могу помыть и в общем то я ездил на этой машине на рыбалку я ездил смотреть на закат и это кстати еще была не моя машина я работал на так сказать нанятой машине сделано все очень прикольно интересно мне на самом деле понравилось даже больше чем это если а тс именно вот потому что я могу выйти из машины я могу что-то сделать в мире я могу по пути на следуя от одной точки до другой точки выполняя заказ я могу выйти пойти перекусить сделать какие-то свои побочные дела там зайти в банк сделать какие-то взаиморасчеты кстати взаиморасчетов здесь тоже очень много это интересно сейчас мы этого тоже коснемся это то вот наверное и подкупает что вы не только сидите целыми днями в кабине да вы еще можете ее покинуть повзаимодействовать с окружающим миром это интересно это действительно интересно еще расскажу что мне кажется вот именно этого в етс и а тс и не хватает игрок никогда не покидает кабина здесь же вы живете в этом мире и наоборот только посещаете эту кабину для того чтобы выполнить какую-то работу ну и о самой работе раз уж я ее коснулся да и в общем-то зашел на этот проект именно ее рассмотреть и окунуться целиком твой погрузиться в этот мир дальнобойщиков на базе игры gta 5 да действительно она сделана на подобии тех самых перечисленных мною оригинальных игр и тс и а тс в механика вся та же мы сначала работаем на дядю то есть у нас нет грузовика и мы работаем как наемник получаем заказы заказы сначала даются мизерные на 3 на 4 километра небольшие в основном не выезжая из города по мере прокачивания то есть вы зарабатываете experience и этот experience тратите на какую-либо прокачку вида прокачки много точно так же как и в оригинальных играх в общем-то все взято оттуда работаем зарабатываем и тут наверное надо уточнить что благодаря разработчикам или авторам этого скрипта точек разгрузки очень много как они выполнены я вам сейчас показываю каждая точка это 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 своя такая маленькая история кто играл в евротрак симулятор знает что там когда подъезжаете у вас есть выбор вы можете просто бросить свою шаланду вы можете ее поставить за небольшую плату в простое положение или выбирать сложное положение парковки этой шаланды и за это вы получите какие-то бонусы здесь же конечно же такого нету но все точки куда вы разгружаете груз они достаточно сложные к ним сложно подъехать сложно запарковаться и выполнено это но все примерно также стоит маркер на который вам надо ровненько поставить и тягач и шаланду тогда задание будет засчитано и вы получаете свою награду и очки экспириенса то есть опыта который потом потратите на прокачку прокачка есть точно такая же как и в оригинальных играх то есть мы прокачиваем дальность поездки мы прокачиваем хрупкость груза мы прокачиваем заказы по времени но здесь надо сказать что здесь есть условности естественно никакого хрупкого груза или индикации хрупкого груза нету таймеров тоже нету это просто в условностях эти условности добавляют вам экспириенса то есть если вы берете заказ на котором стоит значок хрупкий груз и еще стоит значок таймера что его надо доставить быстро на в общем то это вам дает только то что вы в результате получите больше очков и чуть чуть больше зарплаты но никакого таймера или там датчика повреждения груза естественно нету ну это все таки не и тс не а тс а это все таки гтшка но все равно это очень здорово сделано а нашей целью в этой игре в этом скрипте это вырваться из-под кабалы вот этой вот зависимой работы то есть работаем так сказать на дядю наша задача накопить денег и и в этом скрипте есть возможность как и опять же такие надо будет повториться как и в етс как его а тс можно брать суду у банка здесь тоже самое можно брать но я бы этого не рекомендовал делать лучше конечно же накопить и купить за свои деньги нежели брать на кредит потому что кредит сжирает все ваши полученные доходы но по крайней мере на первых парах если даже вы накопите денег и купите машину то кредит все сожрет все равно придется пахать в общем то примерно так же сделано и в оригинальных играх и одна машинка вас не спасет то же самое и здесь и вот наша задача вырваться из-под этой кабалы и приобрести собственный грузовик и перейти уже на следующий уровень по зарплатам по экономике по доставкам на своих машинах вы берете заказы уже в другой вкладке и естественно за другие денежки и продолжаете прокачивать прокачивать свой навык свой скилл по мере прокачивания дальность расстояния увеличивается ну а чем больше расстояние тем мы естественно больше доход больше очков опыта из недостатков скажу что не хватает еще одной базы на проекте есть две базы одна находится в порту лос-сантосе другая находится в поле то бэй в двух концах карты не очень удобно потому что очень много порожных пробегов по крайней мере на первых парах прокачивания пока у вас нету очень дальних расстояний до от порта например до самого полета бэй это но это очень долго это надо долго прокачиваться чтобы у вас были такие заказы в основном это сначала вас ваши первые уровни это будут по городу по лос-сантосу если вы ездите из полета бэй то в окрестностях полета бэй небольшие заказы не дальние виднее заказы и естественно что возвращаться вам придется ровно столько же сколько вы проехали то есть если вы взяли заказ на 5 километров то и возвращаться вам придется пустыми тоже 5 километров в результате получается 10 километров это многовато это многовато и очень на мой взгляд не хватает одной центральной базы где-нибудь в середине карты это упростило бы жизнь игроку ну вот здесь сделано как сделано если же проводить какую-то параллель вот в этом вот на мой взгляд недостатки между реальностью и и оригинальными играми евро трак симулятор и американ трак симулятор то например в реальности мы тоже но не мы может быть а будем говорить водители грузовиков да они не ездят пару порожней на пустые на дальние дистанции это не выгодно это очень дорого это не экономично то же самое реализовано и в оригинальных играх в евро трак симуляторе вы скидываете груз и вы можете в том же городе взять обратный груз ну или где-то в окрестностях этого городка взять в любой базы груз в другом направлении пустыми вы там не ездите здесь же к сожалению очень и очень много я бы сказал 50 на 50 50 процентов и едете с грузом то есть полноценно зарабатывать а 50 процентов времени вы ездите в холостую это вот от того что не хватает еще одной базы а может быть даже и двух и еще раз о способах доставки и точках доставки грузов надо сказать что машин на первом этапе будет немного всего три дав man и volvo это машины на которых вас нанимают это не ваша машина это машина на которые вас нанимают прицепов огромное количество не считал но их порядка где-то 8 штук всякие разные есть правда один который не подходит по крайней мере для volvo он никак не цепляется но я думаю что авторы это поправят точек по доставке ну огромное количество действительно огромное меня это удивило я прокачивался очень долго это даст на самом деле один из самых долгих роликов которые я делал потому что для того чтобы прокачаться здесь до 3 уровня вот в нынешних настройках нет не таких настройках которые были например на виндете да где за два часа прокачался до второго уровня и купил машину прямо на стриме нет здесь сделано все по-другому поэтому здесь степень прокачивания очень и очень долго я неделю заходил на этот проект и качался качался и на самом деле за это время докачался всего до 3 уровня но возвращаясь к точкам доставки я действительно был удивлен потому что за все время у меня повторилась точка доставки может быть раз раза три четыре ну может быть пять раз точка доставки повторилась они действительно все разные если вы берете например в поле т.б. это одни точки доставки это одни пробеги если вы берете например доставку с лос-санто со спарта это вообще другие точки они никак и между собой не пересекаются поэтому я например чередовал то оттуда брал то оттуда брал да это связано с еще одним удлинением в пробеге но тем не менее для интереса для того чтобы познать как это устроено ну и для разнообразия я брал заказы с разных баз да еще раз скажу что придется поездить в холостую это опять время это бесплатное время но тем не менее за топливо вы не платите потому что вы наемный водитель но это эти пробеги бесплатный по топливу но они не бесплатно для вас по времени времени убивается очень много чуть ранее я сказал что на проекте есть своя система взаиморасчетов да здесь действительно есть три вида оплаты ну или три вида хранения денег это естественно наличные деньги которые сейчас вы можете увидеть на экране это есть деньги на вашем банковском счету и третий способ это хранение денег на счету компании то есть когда вы работаете прокачиваетесь делаете доставки вам падают денежки на счет этой компании несмотря на то что вы еще например и не купили свою машину да все равно денежки которые вы заработали падают на счет компании туда можно добавлять с счета который у вас есть на карте банковского счета вы можете переводить деньги на свою организацию точно также вы можете выводить деньги со счета организации на свой личный счет то есть манипулировать вот этими вот денежками так как вам нужно если вы например копите на какую-то машину до хотите свою машину купить и грузовик я имею ввиду то переводите деньги на счет организации и списываете их со счета организации при покупке автомобиля если же вы не заинтересованы например в покупке грузовика просто хотите поработать его водителем наемником и не хотите продолжать эту карьеру просто выводите деньги со счета организации на счет свой личный банковский это тоже достаточно интересно такой круговорот денежек денежек вот в этой среде дальнобойщиков своих организаций банковских счетов наличкой достаточно интересно все выполнено ну и в конце этого ролика хотелось бы поговорить о дизайне настройках но и сухих цифрах которые я увидел тут же я должен оговориться что скрипт настроен сейчас временно насколько я понял авторы смотрят слушают игроков и от этого отталкиваются в дальнейшем будут все перенастраивать и мне бы тоже наверное хотелось внести какую-то свою лепту на данный момент можно приобретать три автомобиля естественно нанимать трех ботов разработчики хотят увеличить это количество до шести машин соответственно и 6 ботов вы сможете нанимать как я уже сказал да достаточно много условности в этом скрипте по всему и эти боты и эти машины на самом деле особо вас не обогатят это так небольшой пассивный доходик даже при условии что вы рассчитаетесь с банком и наймете всех ботов и купите 6 автомобилей все равно вы должны понимать что но миллионером вы не станете это такой небольшой пассивный доходик это раз следующий дизайн по самому дизайну по палитре по подбору цветов у меня например вопросов нет все сделано замечательно а вот мелкота шрифта и расстановка объектов на вот этой вот панельки мне кажется немножко нерациональная потому что много места из не использованного да там сверху например есть машинки нарисованы тогда стоят на заправке до снизу плашки занимают но процентов наверное 10 всего всей площади а все остальное это мелкотня почему бы не разместить эти плашки в более крупном размере на весь экран точно также надо поменять шрифты шрифты очень мелкие где тут один очень грамотный человек написал так поднеси говорит голову к экрану ну что же делать есть и вот такие люди но я всегда говорю что многие у нас в россии или постсоветском пространстве и играют с ноутбуков с маленьких мониторов очень много людей с плохим зрением никогда не надо сбрасывать их со счетов потому что ну человек придется напрягаться и действительно здесь у меня даже несмотря что у меня большой принципе монитор мне плохо видно но я представляю как человек например с ноутбука вообще не сможет ничего здесь прочитать ну и также человек с плохим зрением тоже будет напрягаться поэтому ну всегда надо учитывать что мелкий шрифт это неудобно и почему вы экономите место зачем мы его здесь экономить ну вот к этому бы хотелось придраться ну а следующее по настройкам то что я увидел сейчас вы можете видеть да что последний мой заход в эту мою компанию да на этот скрипт вот в этом рабочем занятии я проехал 183 километра но округлим до 180 сделал 54 доставки да и проехал 183 километра эту цифру вы смело можете умножать на 2 так как я говорил что очень много порожных пробегов то есть вы берете 5 километров одну сторону значит соответственно 5 километров вы приедете обратно это в том случае если вы не захотите поменять базу если вы захотите поменять базу этот пробег будет вдвое больше но мы не будем мелочиться и считать вот эти вот сторонние пробеги мы просто берем 183 умножаем на 2 сама карта вся по кругу она 26 27 километров опять же таки не будем мелочиться пускай вся карта по кругу будет 30 километров так вот мне за все время пока я прокачивался я докачался всего лишь до третьего уровня пришлось проехать всю карту по кругу 12 раз со скоростью 60 70 километров в час это опять берется откуда машина когда пустая она едет со скоростью примерно 130 километров в час по-разному дав и ман чуть потише вольво чуть побыстрее там 130 километров в час разгоняется груженные машины тоже ведут себя по-разному так например вольво разгоняется где-то до 90 километров в час иногда даже больше а ман и дав они ездят 60 70 километров в час то есть вот с такой вот скоростью мне пришлось преодолеть расстояние в 12 кругов вокруг карты но это очень и очень много это 366 километров чистого пробега не считая вот такие вот побочные перегоны 366 километров на карте где самый дальний заказ 13 километров вот и считайте как говорится сами но так или иначе данный скрипт данная профессия данное занятие мне на самом деле очень и очень понравилось да такие настройки например мне показали слишком хардкорными ну а те настройки которые были на виндете игрокам показали слишком легкими поэтому я думаю что авторы найдут вот эту золотую середину и эта профессия будет играть в новых цветах еще расскажу что она мне понравилось действительно сделано здорово интересно достаточно не скучно если это вот не становится такой тугомотиной мне показалось да слишком затянуто это все этот при том что я всего лишь за неделю прокачался до третьего уровня ну а если это брать в общем общей массе этой прокачки то наверное я не прокачался даже и на 10 процентов так что смотрите сами но повторюсь что это все зависит от настроек которые запрограммируют туда авторы они могут сделать как легкой так и сложно поэтому вот но само по себе занятие мне показалось очень и очень интересным я по-прежнему считаю его самым интересным из всех работ дальнобойщиков на проектах где я побывал на этот скрипт мне кажется самым интересным по своему функционалу потому как это выполнено по добавленным моделям в этот скрипт да вы видели что это все модмейкерские модели и дав и man и volvo их в общем-то на других проектах я не встречал интересно интересная задумка интересное занятие так что как говорится советую ну и на этом будем закругляться заходите играйте получайте удовольствие она действительно здесь есть ну и всего вам доброго а и а и Субтитры сделал DimaTorzok